Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим все самые интересные новости, которые были за последнюю неделю на маркетплейсах. Погнали! Начнем с самой горячей новости этой недели. Вайлберис начал скрывать карточки продавцов, которые имеют средний рейтинг ниже, чем 3 звезды в отзывах товаров. Теперь эти продавцы не имеют права продавать товары на маркетплейсах. То есть, если ты продаешь, у тебя валятся на карточки негативные отзывы, и Вайлберис понимает, что у тебя в отзывах средние 3 и ниже, он просто берет и скрывает все твои карточки, которые у тебя есть до момента, пока ты не накопишь положительные отзывы. То есть, получается, что если ты теперь маленький продавец, который только заходит на маркетплейсы, то тебя проще убить на корню твоему конкуренту, сразу купить у тебя 20 товаров, всем поставить по единичке, и тебя заблокируют как продавца. Каких-то количественных показателей нет, но кажется, что там должно быть больше какого-то числа отзывов. Ну, то есть, не может быть такого, что у тебя там 3 продажи, 3 отзыва на 2 балла или на 1 балл, и тебя фига как заблокировали. Ну, это кажется как-то совсем глупо, хотя вполне такое тоже может работать. Но должно, наверное, работать это там на отзывах, где 1000 плюс отзывов там у продавца, или хотя бы 100 плюс отзывов. Хотелось бы. Как обычно у нас, хотелось бы продавцу вот так, а Wildberries, собственно, сам решит, как ему надо. Да. Ну, в целом, наверное, с точки зрения там перспективы и с точки зрения покупателя, конечно, это, наверное, для покупателя это плюс, потому что если человек торгует, продавец торгует откровенной там фигней, да, у которой там, не знаю, это не нравится всем покупателям, то, конечно, бы таких продавцов надо как-то исключать. Другое дело, что, опять же, полностью блокировка идет кабинета или что? Нет, скрываются карточки из поиска, то есть ты не можешь их купить по поиску, но тут, опять же, вопрос. Ну, новость состоит из двух абзацев буквально и непонятно, а если покупатель зайдет по прямой ссылке на карточку товаров, может ли он ее купить? Скроются они только из поиска по популярному, но будут доступны там, допустим, в поиске по категории или в рекламных кампаниях. То есть непонятно, как это будет происходить и что будет дальше. Ну, это, собственно, все в стилистике самого Вайлдберрис, когда что-то написали, никаких разъяснений, никаких пояснений, все там, какой-то их корявый мудила, который работает у них в этом, в отделе написания новостей, да, там, вот он, соответственно, накорявал там, что придумал своим слабым мозгом, вот, и, соответственно, все теперь должны сидеть и ломать голову, а как будет на самом деле это в жизни. Да, с этой новостью было еще интереснее, у нее было две редакции. Первая редакция новости была о том, что карточки с рейтингом 3 ниже мы начинаем пессимизировать в выдаче, вот, а потом спустя время появилась более жесткая редакция, они просто отредактировали эту новость и сказали, что мы вообще не будем показывать эти карточки в поиске. То есть, видимо, там даже в отделе, там, ну, тех, кто принимает решения в Вайлдберрис, есть некие трения, и они до конца не понимают, что делать. Ну, да, то есть это как уже огромное государство, в котором кто-то что-то сказал, потом другой послушал, такой, типа, нафига ты это сказал, давай что-то изменим, ну, соответственно, сами до конца не знают, как это будет. Но постоянно что-то тестируют, меняют, отменяют, это, конечно, интересно. Вот, а также со следующей недели Вайлдберрис закрывает телеграм-чат, который есть с продавцами, вот, раньше это был самый быстрый способ у продавца получить ответ на свой вопрос, причем было несколько телеграм-чатов, там, первая поставка, обычный чат, где все селлеры абсолютно были, ты пишешь вопросы, там, буквально через час-два, ну, то есть ты можешь получить свой ответ. Но при этом в этом телеграм-чатте очень часто спрашивали, там, ваш ИНН, там, номер карточки товаров, ссылку, там, номера поставки и так далее. Вот, и это на тот момент казалось уже относительно небезопасным, потому что ты свои данные выкладываешь просто, ну, там, на 20 тысяч человек, вот, и пытаешься решить как-то свою проблему. Вот, сейчас Вайлдберрис говорит о том, что они закрывают этот чат, вот, и открывают телеграм-бот, непонятно, как это будет работать, вот, и, как бы, остаются обращения в поддержку. Как это будет работать? Я сейчас вам подскажу, как это будет работать. Это будет бездушный вот этот телеграм-бот, в который ты пишешь, как в бездонную бочку, и тебе приходит ответ, там, какой-нибудь ваша заявка принята, ожидайте, там, сто лет, после этого мы, собственно, вам что-нибудь ответим. Скорее всего, это будет работать так, вот. Вот, либо он будет тебе отвечать, как обычно у них сейчас это принято, что, типа, там, вы написали не в ту категорию вопросов, поэтому отправьте ваш вопрос по, там, нужному адресату. Вот, ты заходишь, там, нужного адресата нет, либо, соответственно, этот адресат тебе говорит, что вы уже этот вопрос задали, вот, поэтому, там, попробуйте в следующий раз. Либо мы очень хотим ответить на ваше обращение, но, к сожалению, все операторы заняты, мы ответим вам буквально через 10 дней, ничего страшного, подождите, не страшно, что у вас водитель сейчас стоит на разгрузке, там, целая фура товара. Сейчас все будет, 10 дней ждем. Многие, кстати, у нас в комментариях и у меня, там, в Телеграме, кстати, у нас есть Телеграм-канал, честно, про бизнес и маркетплейсы, ссылка на него будет в описании, обязательно подписывайтесь, там, самые горячие и интересные новости про Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет и все, что связано с маркетплейсами. Многие пишут, типа, ну, если тебе так не нравится, там, Wildberries, да, или не нравится, там, что они делают, типа, какого хрена ты там находишься? Хочу ответить сразу вперед всем, да, потому что это рынок огромный, да, то есть на нем мне может очень многое не нравится, но если там можно зарабатывать, я буду там находиться. Нельзя однозначно по какому-то одному только критерию оценивать огромную работу, да, то есть вот есть вещи, которые не нравятся, а есть вещи, которые нравятся. Мне многое, что нравится на Wildberries, особенно объем покупателей, объем продаж, их работа там со скидками, с выдачей товара и так далее, но многое не нравится, то есть я считаю, что, ну, глупо замалчивать какие-то проблемы и нужно открыто про них говорить. Возможно, говоря про эти проблемы, рано или поздно их исправят. Я считаю, что нужно озвучивать эти проблемы и, собственно, нацеливаться на их решение. Аудиоверсия нашего подкаста выходит на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других площадках. Подписывайся там, где тебе удобнее, ссылки будут в описании. Также важное новшество для продавцов на Wildberries – запущен чат покупателей с продавцом. Опять же, запущен по новостям Wildberries, которые есть, каких-то дополнительных кнопок в приложении или на сайте, пока на данный момент не появилось в товаре, но кажется, что эта система будет напоминать то, что есть сейчас у Озон, когда покупатель может напрямую связаться с продавцом, уточнить сроки доставки, задать какой-то вопрос и сделать там что-либо еще, попросить там дополнительную упаковку, либо что-то такое. Слушай, я думаю, что вообще любые способы коммуникации дополнительные, которые могут быть между покупателем и продавцом, конечно, это классно и здорово, потому что до сих пор большинство покупателей думают, что они покупают у конкретно маркетплейса, то есть они не понимают, что есть продавец и есть покупатель, а есть третья сторона в виде маркетплейса. И они не понимают, что может быть виноват как продавец, может быть виноват маркетплейс в самой доставке. То есть, сами покупатели все ассоциируют, зачастую только вешают на marketplace все проблемы Пришел товар какой-нибудь бракованный И они в отзыве на пункт выдачи пишут, что типа, ай, wild days, говно Ну, а при чем здесь пункт выдачи? То есть, если ты отзыв пишешь в пункт выдачи, это отдельная тоже сторона этого бизнеса Или пишут, ой, доставку задержали на 2 недели и пишут это в отзыве о товаре То есть, при чем здесь 90% случаев задержка по доставке, это все лежит на стороне wildberries То есть, при чем здесь сам товар? Товар может быть отличный, но то, что его задержали, это, собственно, проблема самого wildberries Поэтому, чем будет, как сказать, больше инструментов, дающих понять клиенту, что он может пообщаться напрямую с продавцом А значит, площадка здесь выступает вроде просто третьего лица Тем, собственно, лучше Вопрос, опять же, только в реализации, насколько это будет там хорошо реализовано Скорее всего, как обычно, все будет реализовано не очень хорошо Либо вообще не реализовано Либо вообще не реализовано, да Но это хотя бы выглядит логичным Они, сколько получается, мы там месяц назад обсуждали, что не закрыли Не закрыли, а в оферте прописали, что нельзя вкладывать карточки с номерами телефонов, ватсапами и всем прочим, чтобы связаться с покупателем И сейчас вполне логичный следующий шаг, что они открывают возможность на площадке wildberries связываться с покупателями Но, казалось бы, надо было сначала открыть возможность связи на площадке, а потом в оферту включать запрет на карточки связи и все остальное Но, как всегда, тут получилось все наоборот Ну да, то есть все идет с позиции, опять же, силы, с позиции наказания И это прям, конечно, отворачивает всех Если, опять же, почитать отзывы у нас на YouTube-канале, да Людей, обычных покупателей Ну, огромное количество негатива Просто огромное количество То есть кто-то, ну, большинство отзывов, что типа там Я там ушел с этой помойки, да Это прям в кавычках, то есть это прям люди так говорят Типа покупаю теперь только на Озон И это, конечно, плохо Я считаю, что, блин, доверие покупателей вот нельзя так просто взять и там Ну, вот так поступать И то же самое отношение к владельцам фунтов выдачи И точно такое же отношение к продавцам там и так далее Я уже не говорю про количество штрафов, которые Wildberries выписала, так скажем, да Продавцам в период с ноября 2022 по февраль 2023 Если посчитать количество штрафов А штрафы это не просто там тебе Вот тебе штраф там, потом оплати Нет, это просто в один момент Они берут и списывают с твоего баланса деньги Которые они посчитали нужным, да Так вот этот вот объем вот этих вот штрафов Которые они списали с продавцов, да С баланса продавцов Я думаю, это больше миллиарда рублей, а возможно даже несколько миллиардов То есть только в феврале Тех, кто торговал там жижами, вейпами И всех, которых заблокировали в один момент Больше 770 миллионов списали с баланса этих продавцов С точки зрения вообще просто здравого смысла и морали Это абсолютно какой-то невероятный поступок То есть просто люди торговали своим товаром на Wildberries и так далее И просто Wildberries взял и в один момент вот так вот 770 миллионов списал с их счетов То есть это живые деньги, которые были на счетах Wildberries Которые они должны были заплатить продавцам Но они такие Нет, мы вам не будем выплачивать, вы штрафованы И 770 миллионов рублей забрали себе Что такое 770 миллионов? Это просто огромнейшие деньги За них можно было, не знаю, построить сортировочные центры За 770 миллионов, не знаю, я могу недвижимости у себя в городе столько купить Мне до конца жизни хватит и моим детям и так далее А они просто вот так вот за месяц только с продавцов жиж и вейпов 770 миллионов взяли Я уже не говорю, сколько прилетело штрафов за десятикратное увеличение стоимости логистики Если у тебя не указаны габариты товара За все-все-все-все-все Вот 4 месяца просто тотальных штрафов И до тех пор, пока не начались вот эти бункты, опять же ПВЗ И до тех пор, пока в Госдуме на них не обратили внимания и так далее Они всех штрафовали Вот просто вот каждый, не знаю, каждую неделю прилетали штрафы огромные И вот последний только месяц, видимо, как только на них вышла антимонопольная служба То есть хоп, притихли, штрафы там якобы остановились Они, конечно, остановились не до конца Но все равно получается, что деньги, которые, это живые деньги, которые Вайлдберрис просто забирает себе у продавцов Это просто огромные суммы Опять же, если сравнить с тем, как, например, действует государство Которое абсолютно законно это делает У него есть на это законно право, да, это делать То оно просто тебе говорит, вот тебе штраф, да, будь добра, плати Даже если это еще, например, ГИБДД, тебе говорят, если ты еще за месяц ближайшее платишь, тебе скидка 50% Вайлдберрис нет, он просто снимает все твои деньги, которые у тебя есть Без спроса, без всего Вот, то есть ты в понедельник ждал выплату, да А тут тебе там прилетает в четверг штраф Типа все, с тебя 220 тысяч Минус на балансе Вот, вот таким образом действует Законно это Они говорят, что законно С точки зрения там бизнеса и вообще отношения как таковых партнерских Как ты думаешь, что ты партнер там этой площадки Ну, это, конечно, просто ужас Если вы хотите продавать на маркетплейсах, но не знаете, что продавать То подписывайтесь на наш телеграм-канал И берите готовые классные идеи Из ежедневных обзоров интересных товаров, которые мы публикуем в этом телеграм-канале Ссылка на него будет в описании к этому видео Здесь больше напрягает односторонние изменения оферты день в день Да То есть вчера была одна оферта, сегодня другая оферта Не важно, что ты уже купил товар Не важно, что твой товар сейчас там отгружается прямо там в какую-нибудь каледину Вообще ничего не важно Просто вот в 0000 начинает действовать новая оферта Выложили мы ее в 23.59 предыдущего дня Ничего страшного, никаких обсуждений до, никаких предупреждений Ну да, и самое-то еще, вот, кстати, по оферте Это еще один тоже вот момент, который просто бесит невозможно Ты в своем личном кабинете Если ты торгуешь по системе ФБС Ты не можешь зайти в сборочное задание, пока не подпишешь новую оферту То есть ты, условно говоря, уже торгуешь У тебя пришли заказы за вчерашний день Ты с утра сегодня вышел для того, чтобы эти заказы собрать и отправить Отвести в пункт приема И ты заходишь для того, чтобы собрать эти заказы А тебе вылетают, подпиши новую оферту То есть, воу, ребят, подождите Так ведь я по предыдущей оферте работаю То есть, а вы мне говорите Нет, ты теперь не имеешь права отгрузить товар Пока не подпишешь новую оферту А что там в новой оферте? Ну, ты не имеешь права не согласиться с ней А если ты не хочешь соглашаться Ты, получается, не можешь отгрузить свой товар по ФБС А если ты его не можешь отгрузить Пожалуйста, тебе штраф в размере 30% От стоимости заказов, которые тебе пришли И ты, получается, попадаешь в западню То есть, насколько это вообще с точки зрения юридической Насколько это законно Вот так вот ставить в такое положение В котором ты ни влево, ни вправо не можешь двинуться Ну и самое забавное с этим принятием оферты Что тебе каждый раз предлагают полную оферту И ты должен сам сопоставить ее со старой оферты Найти, чем они отличаются В каком там пункте 4, 7, 2, 3, 5 Что-то изменилось И ты сидишь там с этими кучей листов И понять не можешь А что вы поменяли Может, вы запятую там поставили где-то, где не стояло А может быть, что-то более серьезное Если у тебя нет времени Ты просто соглашаешься и все А там по факту ты подписался, возможно Под такие там, опять же, штрафы Которые ты там заколебешься оплачивать их Видеоверсия нашего подкаста Выходит на YouTube, ВКонтакте, Рутюб и других площадках Ссылки на площадки будут в описании Подписывайся там, где тебе удобно Следи за новостями Ставь лайк, колокольчики к этому видео Плашки будут здесь Следующая новость По данным Тинькофф и Екоммерс Вайлдберрис теряет популярность среди новичков В феврале 2023 года Доля новых продавцов на Вайлдберрис Составила 43%, на Озон 46% Для сравнения, в августе 2022 года Доля новых продавцов на Вайлдберрис была 76%, а на Озоне 13% То есть в два раза упало количество новых продавцов в процентном соотношении И я считаю сейчас уже, что вот те штрафы, все вот эти новые оферты И весь тот ужас, происходящий с продавцами на Вайлдберрис Вот он сыграл, собственно, вот эту роль И вообще считаю, что большинство продавцов в текущих условиях будут уходить на другие площадки Если это, опять же, будет возможным То есть вопрос заработка, возможного заработка на этих других площадках Мне кажется, тут не только это, а вот те самые 30 тысяч рублей, которые селлер должен заплатить, когда только входит на площадку Вайлдберрис Вот они становятся решающими, там 30 тысяч отдать Вайлдберрис за шанс попробовать или 0 рублей в Озон Ну то есть, конечно же, ты идешь в Озон и пробуешь сначала в Озоне, разбираешься А там потом по возможности уже заходишь в Вайлдберрис, Яндекс и так далее Ну я думаю, что здесь, как обычно, все в совокупности То есть, конечно, это и вот этот депозитный фонд Да, и депозиты, да, и то, что вот эти все штрафы и все негативные новости Все это сыграло, собственно, вот на вот эту статистику И, конечно, с точки зрения новичка, да, то есть я бы тоже 10 раз подумал, заходить ли на Вайлдберрис Хотя, опять же, если мы сравним этот же Озон Ну, давайте быть честными и трезво оценивать тоже ситуацию Ну, тоже все не сладко То есть, понятно, что, блин, там гораздо более все регламентировано Вот вроде все четко, все понятно Ну, более понятно, по крайней мере, чем на Вайлдберрис, да Но, блин, продаж меньше почти по всем категориям товаров, да То есть, условия, там, например, отгрузки товара хуже и так далее Если почитать, опять же, там, условия отгрузки по ФБС Ну, блин, ну, гораздо жесткие Да, более жесткие, неудобные и так далее То есть, даже если сравнить вот с нашей ситуацией, да, там, например То есть, вот мы торгуем по системе, там, продаж со склада продавца То есть, товар лежит у нас на складе Мы торгуем и на Вайлдберрис, и на Озон Да, то есть, отгрузок у нас много У нас, собственно, кладовщики собирают заказы, там, в течение дня И вот Вайлдберрис нам говорит Вы можете отгрузить товар вот на вот этот сортировочный центр У нас, соответственно, весь день собирают товары, да И машина едет, отгружает на сортировочный центр Как только собрали, так и отгрузили, да На Озоне так нельзя На Озоне тебе говорят Ты должен отгрузить вот в такой-то период Вот на этот сортировочный центр Блин, а как я это возьму? Ну, вот мне как это сделать? Да, то есть, если у меня там пришло вот столько-то заказов И мне что? Неужели там вы считаете, что мне нужно там успеть в период там с часу до трех Отдельную машину запустить, чтобы она ехала именно на этот сортировочный центр? Ну, с точки зрения продавца, ну, это вообще невыносимые условия То есть, я не могу так сделать То есть, если у меня машина идет одна общая, да С товаром, ну, так почему бы она, эта машина заехала на сортировочный центр Вайлдберрис И она же заехала потом на сортировочный центр Озона То есть, мне как продавцу это было бы удобно, да Но Озон говорит, нет, ты должен именно вот в этот период Там, пусть он неудобный для тебя, да, максимально Но ты должен поехать и отгрузить этот товар А если на минутку ты опоздаешь Все, никаких извинений, ничего, как бы Приезжай завтра Да, да, это при том, что эти же приемщики стоят и нихрена не делают на этом сортировочном центре То есть, но при этом, если ты опоздал там на минуту, тебе говорят Ну, ты опоздал, давай зафиксируем, что ты опоздал Тебя там за это, опять же, там заблокируют кабинет там или что там сделают Ну, в общем, тоже не совсем все кайфово и удобно, как хотелось бы То есть, везде есть свои плюсы и минусы Идем дальше Вайлдберис продолжает инвестиции в продавцов из стран СНГ Они сейчас открыли телеграм-канал, где активно общаются, проводят созвоны, вебинары с продавцами из СНГ Это касается там Армении, Азербайджана, Казахстана и других стран Вот активно открывают там сортировочные центры, приглашают продавцов к сотрудничеству И кажется, что вот сейчас они пропылесосили всех продавцов из России Вот это к предыдущей новости И начинают активно пылесосить продавцов, которые есть сейчас в странах СНГ У них открываются возможности там поставок в сортировочные центры, которые там есть Где-то даже склады открываются Открываются ПВЗ на прием То есть, становится гораздо удобнее и приятнее работать Суть заключается в том, что если ты торгуешь в России То твои товары приоритетно в любом случае показывают только в России То есть, если ты находишься в Киргизии То твои товары приоритетно будут показываться в Киргизии Нет такого, что ты торгуешь в Киргизии и все И тебе вот твои товары будут на первых местах везде показываться для россиян Да, то есть, нет, такого не будет Вот, поэтому это в любом случае не сколько расширения рынка продавцов Сколько расширения рынка покупателей То есть, чтобы там захватить себе Киргизию, Армению и все вот эти страны Которые в целом там открыты еще там рынок Вот, поэтому я не думаю, что здесь речь конкретно про то, чтобы привлечь больше продавцов Ну, мне кажется, они над этим работают Потому что там есть огромное количество товаров Сладостей, казаны Ну, много-много всего, что производится в стране Так эти товары, они и так едут сюда На логистические центры И здесь продаются уже продавцами То есть, огромное количество продавцов закупают товары в этой же Киргизии Везут сюда и здесь в России продают Вот, и с точки зрения Опять же, там Продаж это выгоднее То есть, я не думаю, что Wildberries сможет обеспечить такую логистику там Что весь этот товаропоток Там, который сейчас идет просто как Там, не знаю, оптовыми поставками Что его же там начнут везти розничными поставками То есть, это для этого же Wildberries, наверное, довольно тяжело Ну, не знаю, посмотрим Но в логистику они вкладываются очень сильно в СНГ Конечно, вкладываются 770 миллионов украли у продавцов И вложили их в свою логистику Очень удобно и комфортно Также хочу обсудить нашумевшие скриншоты, которые прошли по чатам, по форумам, которые касаются Wildberries Вот, это диалог одного из селлеров со службой поддержки по поводу возврата, который к нему пришел, как от клиента возврат Вот, дословно Здравствуйте, пришел не мой товар, чехол для телефона, в продаже у меня таких товаров нет и не было Прошу сделать возврат моего товара, вернуть сумку, удержанную за возврат данного товара Соответственно, 2 фотографии, что вместо сумки пришел чехол от телефона Вот, на что Wildberries отвечает Проверили информацию на данный момент Появился еще один тип возврата Возврат неверного вложения К сожалению, есть клиенты, которые совершают подмены и иные недобросовестные манипуляции с товаров Кроме того, случаются ситуации, когда клиенты при возврате товаров путают упаковки со штрих-кодами Соответственно, возврат уходит на склад с неверным вложением Уточнить, на каком этапе подмена произошла, не представляется возможным Компенсация возврата товара как неправильное вложение не предусматривается Заявка на проверку товара не оформляется Чужой товар необходимо забрать Благодарим за обращение Вот я сейчас пока слушал, у меня аж закипало все внутри Сколько раз я получал возвраты В которых либо уже пусто, то есть своровали товар Либо подменили, положили какую-то дрянь вместо товара Либо вообще просто откровенно что-то другое положили И каждый раз это абсолютно бесполезно доказывать Абсолютно вообще Просто пустая трата времени То есть я первые разы все пытался Что-то пишешь куда-то Потом ты начинаешь оценивать Сколько ты времени потратил И сколько нервов потратил на вот эту вот всю писанину И обсуждение там нервотрепку Что тебе написали вот такую же хрень Вообще там стандартные какие-то шаблонные ответы Я потом просто забил И ну это бесполезно тут что-то доказывать Вот, но когда еще вот тут так подробно тебе рассказали Что типа там Объяснили тебе еще Что типа ну извините мы ничего никак не можем То есть у меня больше всего в этом поражает То что типа вот они сами здесь признаются Что это проблема на их стороне Но я как продавец почему-то я должен за это заплатить Ну это же такой абсурд Вот просто бред Причем надо там речь, когда идет про сумку и чехол А когда будет речь идти там про какой-нибудь, не знаю, холодильник Вообще Ты вот по ФБС, ну не знаю, парил ФБС там Не важно как отправил там Ну что-то большое, дорогое там тысяч за 12 А тебе пришел чехол Я до сих пор не представляю, как продают продавцы Которые торгуют очень дорогим товаром Огромное количество, если посмотреть Продают всякие фотокамеры, да, то есть фотоаппараты дорогие По 200 тысяч рублей Не знаю, айфонами люди торгуют по 100 тысяч рублей дороже То есть а как это вообще происходит Ну я вот просто не представляю Когда ты отправил фотоаппарат за 200 тысяч А тебе потом придет вместо него мыльница какая-нибудь Иди докажи Не, уже сказали, что бесполезно Ну вот, то есть тебе вместо фотоаппарата вернется там, не знаю Ну прям реально из-под мыла там, это мыльница Или просто коробка от фотоаппарата Да, или коробка от фотоаппарата 200 тысяч ты просто в один момент потерял Это при том, что на электронику, на всякие там айфоны и все прочее Продавцы зарабатывают там вообще копейки Там бывают 3-5 процентов, 10, да То есть ну абсолютно небольшие деньги И ты получается купил там айфон за 90 тысяч Продаешь его за 95 И вот тебе пришло обратно вместо айфона пришла какая-нибудь фигня Ничего страшного Работаем дальше Но хотя бы что-то тебе пришло Потому что большинство возвратов там висят в статусе Там ожидается постав Ой, ожидает там сначала в статусе поиск Потом ожидается доставка Там допустим сейчас у меня есть товары, которые на ноябре висят Ну, то есть спустя полгода к тебе вернутся А может быть не вернутся Ну да Еще одна новость Доля предпринимательниц на Wildberries Увеличилась на 3 процента год к году И достигла 56 процентов То есть количество предпринимательниц Больше, чем количество предпринимателей на Wildberries То есть 56 процентов и 44 получается Предпринимательниц Кстати, тут еще не учтены всякие другие гендеры Конечно же Слава богу, что у нас в России их нет Поэтому у нас четкое распределение 56 процентов и 44 процента О чем это говорит? О том, что у нас женщины более рисковые, более предприимчивые, нежели чем мужчины Ну, либо Wildberries это площадка, где там большая часть покупателей женщины И логично, что большая часть продавцов тоже женщины Интересная мысль Совпадает Либо, ну я не уверен сейчас в статистике населения Российской Федерации Но вполне, что 56 на 44 это и есть соотношение полов Возможно, да Я думал, что ты скажешь, что в связи с текущей ситуацией у нас количество мужчин в России уменьшилось Но про это у нас говорить нельзя Ничего Мне еще понравилась новость на этой неделе Мы про Wildberries говорим много всего негативного Там возврата товаров Непонятно, что, как доказать и так далее А тут Wildberries запускает продажу авиа, железнодорожных и автобусных билетов Я, кстати, тоже эту новость видел Пытался найти, где это посмотреть и как это протестировать Это портал Туруслуг Wildberries вместе И теперь я просто не представляю, насколько нужно быть очень рисковым человеком Чтобы купить авиабилет через Wildberries Приехать в аэропорт И узнать, что он не тот, не туда Штрих-код не работает По нему уже сделали возврат Кто-то другой уже улетел Это, кстати, очень смешно И тебе потом скажут Что ты скажешь Я купил, приехал Мне сказали, что нету моего билета Они тебе скажут, как нету Вот он есть Мы тебе отправили его возвратом Приходи на пункт выдачи И ты придешь Там тебе реально дадут какой-нибудь билет Скажут, вот твой билет Ничего не знаем Ну, да, это смешно Надо что-то делать срочно с репутацией, конечно Просто настолько отвратительно Настолько отвратительно Общаться со всеми категориями Людей, с которыми взаимодействуют в Wildberries Ну, это невозможно Ну, как можно в такого масштаба компании Не завести себе нормальную пресс-службу Которая могла бы общаться С клиентами, с продавцами С владельцами пунктов выдачи То есть, такое ощущение, что Во главе компании стоит какой-то невероятный тиран Деспот, который просто говорит там Ты говно Ты просто будешь либо молчать и работать Либо мы тебя убьем Вот сейчас выглядит позиция компании вот таким образом На Wildberries стартует доставка сверхгабаритных товаров По Москве и Московской области с помощью партнеров Сюда входят кровати, диваны, шкафы-купе, душевые кабины, унитазы, ванны, душевые стойки А также промышленный инструмент, генераторы, компрессоры, бетономесители И так далее Всего около 2000 наименований То есть, Wildberries запартнерился с 50 другими крупными компаниями У которых есть своя логистика, своя доставка до двери и так далее И тестируют на территории Москвы для клиентов Бесплатную доставку сейчас Вот прямо вот к тебе домой Любого шкафа там и любого другого сверхгабаритного товара Очень напоминает схему Ozone, которая есть RealFBS Которая работает за счет деловых линий, СДЭКа, там неважно Но работает достаточно хорошо Единственное, что там сроки доставки могут быть до двух месяцев Вот интересно, как здесь будут решать эту проблему Надеюсь, что пилот все-таки удастся То есть, это пока доступно И, скорее всего, будет доступно только для крупных регионов И, возможно, только для Москвы Поэтому для маленьких, как было, все это невозможно и недоступно Так и остается все невозможно Ну и второй, это тоже, опять же, риски Ну, прикинь, ты тоже им отвез диван Тебе потом сказали, какой диван Не знаю Нет, вот речь-то идет о том, что вот там есть один из партнеров К примеру, там, Лазурит, Домотека и другие То есть, я так понимаю, доставка прям с их склада Они своими силами, ну, получают адрес от Wildberries Везут клиенту и доставляют То есть, Wildberries Я понял, нифига Наоборот, ты привозишь именно самому Wildberries на отдельный склад И уже они оттуда везут Если я правильно понял Ну, нужно разбираться Но здесь ничего такого не сказано Мне кажется, силами вот как раз партнеров осуществляется доставка А в чем тогда ноу-хау? Как Wildberries будет доставлять до двери своими силами? Я думал, вот именно это они и тестируют А в чем тогда разница? Они тестируют просто продажу сверхгабарита Тестирование схемы RealFBS Да, да Ну, пока кажется, что хрень Но надеюсь, что мы ошибаемся Wildberries запускает свой бренд электроники и бытовой техники Вот, Wildberries начнет продавать смартфоны, телевизоры, холодильники Под собственной торговой маркой Рассказали ведомости представитель компании По его словам, в течение нескольких месяцев начнутся продажи под торговой маркой Я не знаю, как они ее назовут Может быть Wildberries, может быть как-то по-другому На товаров, которые касаются электроники На площадке Wildberries Непонятно, что будет с гарантией Непонятно, что будет с обслуживанием дальше этой техники И многим другим Ну, хотелось бы сразу предположить Что если Wildberries выпустит свою технику под брендом Wildberries То она будет обладать ровно теми же самыми качествами И условиями гарантии, как сам Wildberries То есть ты получил свой товар И потом тебе говорят Такой, какой товар? Мы ничего не знаем Или там, ну там, пришло тебе Тебе говорят, там, у тебя по документам это вообще другой товар Ну, короче, если это будут товары под брендом Wildberries Никогда в жизни не куплю ничего Как ты негативно настроен к Wildberries? К сожалению, такой опыт у меня сложился Работой с этой компанией Вот Да, им нужно что-то делать с пиаром Запускать какие-то рекламные компании Лицо на эти компании Ну, что-то Потому что сейчас ты такой демон воплоти Который только либо штрафует, либо еще что-то сделает Кстати, может быть, это репутация такая Только для продавцов и пунктов выдачи Такая, то есть, может быть, покупатели очень любят Wildberries Ведь большинство людей покупают там И у многих нету никакого негатива Вот у меня, например, опять же, в комментариях в Телеграме Есть люди, которые пишут Блин, у меня вообще шикарные условия на Wildberries Там личная скидка покупателя Там большая Все возвраты бесплатно там и так далее Но Тут же поясняют, что Если мне введут платный отказ Я никогда не буду там покупать Поэтому вопрос времени Но все равно это самая быстрая логистика Там Самые большие пункты выдачи То есть, по точкам, которые есть Все быстро, удобно и так далее Но если что-то идет не так Все Кто бы что ни говорил Wildberries делает для Для финального покупателя Скидку из своего вот этого процента комиссии Которые они берут Поэтому 100% Это делает Wildberries за свой счет И зачастую Товары на Wildberries дешевле Чем на Озоне Это вот 100% Только потому, что, опять же На Озоне дороже доставка Вот И продавец не может себе позволить Сделать цену на Озоне Ниже, чем на Wildberries Ну, дороже доставка Зато при этом есть там для клиента Служба поддержки Для селлера есть служба поддержки Там, ну, какие-то вещи За счет этого они все-таки решают Ну, и опять же Есть продавцы, которые торгуют только на Озон Да, но не торгуют на Wildberries Вот В этом случае, конечно Товары могут быть Для покупателя Выглядеть, что там дешевле Или, например Что их вообще нет на Wildberries Вот Поэтому Может быть и так Но если мы возьмем там 9 из 10, скорее всего, случаев Да, то есть На Wildberries Дешевле будет, чем на Озон Если тебе понравилось наше видео Обязательно нажми лайк Поставь колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Это был подкаст Честно Про бизнес и маркетплейсы И всем пока Пока Там, скорее всего, бухгалтер приходит У нас не сходится За прошлый год отчеты Не хватает миллиарда Эй Миллиарда? Да, ехать не с этих вон С этих 770 И с этих там 500 Еще и в плюсе останемся Ну, купи еще там Два сортировочных центра поставил Шоколада В офис там Да-да-да Ой, да Субтитры сделал DimaTorzok